МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот для вас решение Константина уйти было неожиданным или все-таки нет? Ну, то есть для вас и для театра. Для меня? Для театра. Я об этом узнал уже довольно-таки давно, может быть, даже с полугодика назад. Новость проскакивала, я не верил в это, но все-таки это случилось. И готовы мы были к этому или нет, я даже не знаю. Ну, всегда сначала паника, что думаешь, что же будет дальше-то? Он же у вас сколько лет отработал? Да, он столько лет проработал, во-первых. Во-вторых, ну, столько и спектаклей сделал, и слишком много на нем завязано, и коллектив его любит, и мы делаем уже такие интересные постановки, что вышли на золотую маску. Ну, то есть неожиданным не было. Но вот сейчас уже каким-то образом, я не знаю, смирились с этим? Конечно, сейчас уже смирились, да. Мы уже готовы работать дальше. Конечно, любые изменения, это интересно. Страшно, но интересно. Об этом подробнее немножко поговорим. А вот куда он уходит и почему? Или это вот все-таки секрет? Или можно уже об этом немного сказать? Да, я думаю, это не секрет, уже все знают об этом, те, кто в этой каше варится, извиняюсь за выражение. Он уезжает в Пермь, в Пермский тюз, он будет там художественным руководителем. Это, получается, для него повышение? Да, это повышение для него. Именно поэт? Это другой регион, это город театральный, Пермь, там очень много интересных театров, современных именно театров. И я думаю, для него это повышение. И работа будет намного интереснее для него, чем даже в нашем театре. Ну вот вы уже сказали, что коллектив его любит. Как отреагировали ребята? Потому что ведь он многих, особенно молодых, он утверждал, он брал в театр, он их прослушивал. Ну, наверное, скорее всего, сначала была паника у кого-то, да. То есть паника была не только у директора, исполняющего обязанности? Ну она такая, все равно. Я не знаю, для творческих людей изменения же всегда, наоборот, интересны. Но сначала же попадаешь в ступор и такой думаешь, что же дальше, что же дальше. А потом мозг начинает работать и уже решение приходит. Но не было такого, что вслед за Яковлевым заявления начали писать и актеры, какие-то молодые, которых он, допустим, принимал в театр? Нет. Может быть, разговоры какие-то были, но сейчас никаких заявлений об уходе пока нет. То есть никто пока в новом сезоне не собирается театр покинуть, а кто-то, наоборот, может прийти? Ну, у нас появились два новых актера. Один как раз приехал из Перми, молодой парень, он работал... Может быть, его у Яковлев там увидел? Нет. Вот именно что случилось так, что он работал именно в Тюзе, этот парень. Но он всегда мечтал работать в музыкальном театре, то есть он хотел петь. И сейчас он к нам приехал и будет работать в нашем театре. То есть его мечта исполнится, он станет актером именно музыкального театра. А второй человек? А второй, эта девушка, она закончила наш институт культуры и будет работать. Тоже будет работать. Уже вводятся они. Но никто из актеров не покидает театр пока на данный момент? На данный момент уводился единственный Владимир Давыдов. Но он по семейным обстоятельствам, ну и... Но это не из-за того, что там вот Яковлев уходит? Нет, это не из-за того, что Константин уходит. Но он, уходя, выпускает спектакль. Да. Спектакль этот называется «Дубровский». Премьера, я так понимаю, совсем скоро. Когда она? Премьера 9, 10 и 11 сентября. То есть как раз это открытие театрального сезона? Да, это будет для нас открытие театрального сезона. Вот смотрите, «Дубровский» вслед за «Капитанской дочкой» – такая русская тема. Кто выбрал ее? Почему именно «Дубровский»? Ну, наверное, все-таки это Константин предложил еще Галинине Анатольевне. В свое время. И, ну, а почему нет? Тем более он, спектакль, название у него «Мюзикл-ревью» – это такой концерт, связанный с сюжетной линией. Ну, и постановщик Ким Брейдбург, не постановщик, а автор этого спектакля, он у нас и продюсер. О, известный очень человек. Известный, да, очень человек. У него группа была, по-моему, там премьера. Да, 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 да. Он приезжал к нам уже на фестиваль «Шак», был в экспертном составе. И это, наверное, не классический спектакль. Это такой попсовый вариант концерта такого современного, где есть шансон, где есть и какие-то рок-хиты, и попсовые хиты, и даже R&B. То есть это все связано вот в такой концертной обстановке, ну, как будто это концерт, но с сюжетом. А интерьер, я не знаю, костюмы дубровские, это же предполагает… Костюмы, все в эпохе, все, не переживайте, все так же. Но единственная еще изюминка такая оригинальная, что у нас тоже некоторые такие в шоке из-за этого происходят, что оркестр будет находиться на сцене. Ну да, я об этом хотела спросить. Это кто придумал такое и почему? Ну, как я понимаю, это уже идея не новая, и Ким Брейдбург уже ее использовал в каких-то театрах. Этот спектакль же идет уже практически, наверное, во всех городах России. Именно Дубровский. Поэтому он умеет. Да, именно Дубровский. И некоторые режиссеры принимали такое решение, чтобы вывести оркестр на сцену. Ну, и мы взяли это тоже. А актеры где будут тогда? Они, ну, это как на концерте, на рок-концерте, как музыканты сзади, а перед ними происходит действие. Ну, то есть это примерно выглядеть будет так, но по-театральному. Чем еще Дубровский может быть интересен нашему зрителю? Ну, Дубровский? Ну, это же Пушкин. Это история такая, она извечная о любви там и каком-то противостоянии, и даже там что-то с властью связанное, если вы помните, да. Но это все, то есть история на все времена. А ждете вот такого же успеха, как от «Капитанской дочки», например, от этого спектакля? Или это все-таки нельзя сравнивать вообще? Ну, «Капитанская дочка», она была написана специально для нас, то есть мы первые, кто поставили ее. И у нас до сих пор еще есть эксклюзивные права на этот спектакль. Но «Бровский» нет, это уже все-таки такой популярный спектакль, который, я же говорю, он идет уже во многих городах. Поэтому мы больше для зрителя, для отдыха, чтобы зритель пришел и отдохнул, как на хорошем концерте. Ну, вот смотрите, вернемся к Яковлеву. Кто займет место главного режиссера? Или вы сейчас, например, как драма, не будете приглашать главного режиссера, а периодически кто-то будет приезжать и ставить спектакли? Ведь обходятся же многие театры. Долгое время с Константином работала Татьяна Столбовская как ассистента режиссера. И сейчас она уже, вот этот месяц, она работает уже в должности режиссера-постановщика. Пока она не главный режиссер, но она режиссер-постановщик. И в будущем, я думаю, она станет главным режиссером. Почему? Потому что в нашем театре уже много спектаклей, которые она поставила. И они довольно-таки популярны. Такие, как «Любовь и голуби», «Как пришить старушку». Еще многие спектакли, которые она ставила. Ну, вы с ней давно работаете, актеры ее знают. Мы с ней давно работаем, да. Актеры ее знают. Она закончила «Гитис» с красным дипломом. И я, в принципе, спокоен и в ней уверен, что у нас все будет хорошо. А, то есть получается, что уйдет Константин, и, в принципе, все останется по-прежнему. Ну, почему по-прежнему? Нет, режиссер другой. И, я думаю, все будет по-прежнему хорошо. Но, а как, узнаем со временем. Мне кажется, самое такое, одно из самых приятных и долгожданных событий, но это после, конечно, получения золотой маски у вас, это то, что у вас, наконец-то, начали ремонт, ремонт фасада. Потому что внутри здания ремонтировали, и там очень сейчас симпатично и удобно зрителям. Страшно было вообще-то смотреть, мне уже кажется, на ваше здание снаружи. Да. Как долго ждали, сколько средств потратили на это, и как будет выглядеть? И вообще уже к завершению это движется, процесс? Ну, как долго ждали? Ждали долго. Наверное, уже лет 10 пытались как-то решить этот вопрос. Деньги, средства выделили в 2020 году, но из-за коронавируса у нас стройка эта не состоялась. Угу. По всем известным причинам. И деньги перенесли на 2021 год. Это больше 30 миллионов. А там вообще глобальные какие-то работы? Работы? Масштабные, давно они проходят? Они проходят... Ну, лето, да, наверное? Разыгрался этот тендер в мае месяце, в конце. Потом шли подготовительные работы, потом не было стройматериалов, потом какие-то проблемы были с архитектурой. То есть, ну, такие текущие проблемы, как обычно. Как обычно, да, строительные. Да, стройка должна была закончиться 15 сентября, но уже мы отсрочили на один месяц подальше. То есть все-таки позже это будет? До зимы, до холодов все закончится. Ну, по крайней мере, подрядчик обещает, что все будет хорошо. Вот что там будет, что там изменится? Вы мне до начала нашего эфира говорили о том, что вот ваше утро сегодня началось с того, что вы вышли, посмотрели, как там строительные работы, как фасады, и были не очень довольны. Ну, да почему не доволен? Я доволен просто, как и везде есть какие-то невырядицы. Но вот, если вы к тому разговору, у нас должно быть название, да, на фасаде. И мы начали смотреть эти буквы, а оказывается, что одни буквы меньше других. Вот такое вот неожиданное такое препятствие. Ну, в конце концов договорились, решили, что все будет хорошо, что все поменяется, и все будет красиво. А что там еще? Ну, вот каким он будет? Может быть, какая-то подсветка необычная или что-то еще? Нет? Подсветка? Ну, как? Ну, для нашего театра она будет, конечно, необычная. Если у нас там было там 10 фонарей всего, ну, потому что ничего было светить, страшно было это светить, то теперь там обещают, что это будет как новогодняя елка. Будет все светиться и сиять. Ну, и давайте еще о творчестве. Вот весной, по-моему, из новостных лент вообще не уходила вот эта тема, что музыкальный театр получил «Золотую маску», Маша Евтеева получила как лучшая актриса. Но фестивали же в перспективе тоже будут в новом сезоне. В каких фестивалях вы уже запланировали участвовать и на что надеетесь? Ну, в конце месяца мы едем опять в Москву на фестиваль. А в сентябре вы имеете в виду уже? Да, в конце сентября. 27 сентября мы работаем на площадке театра «Геликон», «Геликон опера». И будем показывать опять «Капитанскую дочку». В рамках шестого фестиваля «Видеть музыку». Это фестиваль музыкальных театров России. Они попросили, чтобы мы опять привезли «Капитанскую дочку». Ну, не все посмотрели критики. Может быть, и зрители хотят в Москве еще посмотреть. Поэтому мы с удовольствием согласились. А дальше? Сейчас полностью готовимся. Ну, то есть много времени этому уделяем. Дальше. 5 октября у нас еще один фестиваль премии «Музыкальное сердце театра», в котором у нас снова номинации «Капитанской дочки». Это лучший актер Андрей Булгаков, лучшая актриса опять Маша Евтеева, лучший актер второго плана Сергей Автоманов, это Пугачев. И лучшая музыка «Евгений за год». В общем, хотите собрать все, что не собрано было до того, как «Капитанской дочкой». Я надеюсь, это не последний такой спектакль. Вообще, какие-то планы на новые спектакли, кроме Дубровского, есть какие-то сейчас уже? В этом году, после Дубровского, мы будем уже потом готовиться к завершению этого года. Это к новогодней кампании. У нас по традиции там две премьеры. Это детская сказка будет «По щучьему велению». И вечерний спектакль, комедия будет «Шоу для настоящих леди». Это тоже новое, да? То, что вы, собственно, всегда готовите к новогоднему празднику. Да, да. Хотя это традиционное, мне кажется, уже. Шоу для настоящих леди по мотивам фильма «В джазе только девушки». Поэтому это будет интересно, наверняка и смешно. И Столбовская будет снова ставить, да? Да, Татьяна Столбовская будет ставить вечерний спектакль и утренний тоже, детский. А вот скажите мне, пожалуйста, Андрей, вот вы и ваш сейчас коллектив, всё-таки грустите по поводу того, что у вас уходят режиссёры, что-то меняется? Ну, как бы какая-то эпоха, да, ушла. Или вы всё-таки настроены оптимистично в будущее? Ну, наверное, можно сказать, и грустим, но настроены оптимистично. Потому что всё-таки новый режиссёр, и уже, так как мы уже получили маску, на месте стоять нельзя, надо идти вперёд, только получать ещё больше масок золотых. Поэтому всё-таки приходится смотреть с оптимизмом. На золотой маске вы нынче уже, вот я так понимаю, участвовать не будете, просто пока нечего показать, да? Почему? Или будет? Ну как, мы, заявку мы сделали, там же определённый процесс, заявочный процесс. Мы заявили спектакль, а там уже всё будет зависеть от экспертов. А какой спектакль вы заявили? Мы «Золотого телёнка». «Золотого телёнка». А, ну да, кстати, по-моему, тоже интересный спектакль. Да, он тоже написан для нас, нигде такого ещё нет спектакля, как «Золотой телёнок». А кто его ставил? Константин. А, тоже Яковлев. Понятно. Всё-таки немножечко грустно, что он ходит. Конечно, грустно. Я говорю, грустно, но мы смотрим с оптимизмом. Да, но я надеюсь, что, может быть, какую-то золотую маску мы тоже в связи с «Золотым телёнком» получим. Хорошо. Ну, большое вам спасибо, Андрей, за то, что вы к нам пришли. И удачи вам, и воплощения всех ваших планов. Спасибо, всего доброго. Ждём на премьере зрителей. В ближайшее время, 9-го числа, по-моему, да? 9-го числа. А я напомню, что сегодня мы говорили о новом театральном сезоне в Государственном музыкальном театре Алтайского края с Андреем Малышевым, исполняющим обязанности директора Алтайского государственного музыкального театра.